Всем привет! Это шоу Жара в эфире и всё, что вы видите, происходит здесь и сейчас. Меня зовут Костя Браво, а в гостях у нас главный, неофициальный бойс-бенд страны, да вообще тестостероновая смесь, ЕК Бойс, не лето! Олег Майами, Лёша Свик в гостях Жара в эфире. Наконец-то ты правильно сказал, типа ЕК Бойс, потому что почему-то я делал так ЕК Б Бойс. Потому что ты в прошлый раз нам сказал, что так не надо говорить, мы выучились. Молодцы, молодцы. Выдал как? Что за сенсационное признание вы хотите дать в прямом эфире? Мы хотим дать вам эксклюзив, наша любимая Жарепка, потому что мы вас уважаем, оценим ваш канал. Мы Змей Горыныч из Москвы. Вот это да! Идём дальше! Давайте, расскажите. Мы идём ровно в том же порядке, как и выступаем. Да, в центре всегда пою я. Так что соотносите. Я там кто-то тоже. И я правое крыло. Там так, да? Там за крыльями кто-то поёт. Так, правое и левое крыло и по центру. Скажите, вы вообще много времени вместе проводите? Или вот когда вы собираетесь на эфирах, тогда как-то и пошло-поехало коммуникация? Или вне работы вы тоже вместе как-то коммуницируете? Давайте, Лёшка скажет. Ну, в основном, когда по делу работаем, где-то поём, ну, иногда пересекались, да, так, что-то покайфовать где-то с 30 тоже были, да? У нас есть одно место. Ну, и мы так общаемся иного раз каждый день. Да нет, у нас на самом деле, то есть мы общаемся, естественно, просто у каждого есть графики, планы, дела, семьи, поэтому там, ну... Ребёнок. Большую часть времени, конечно же, мы проводим со своими там родными. Собакой. Собакой. То есть она кидывает. Ну, понятно, тебя поэтому никогда не вытащить. Видимся, конечно, видимся. Не, мы стараемся чаще просто. Мы-то с Дани живём в одном городе, а вот Орешка у нас переехал, поэтому... Ну, я не переехал. Ну, ты ему не сказал, что прямо всегда здесь в городе? Ну, да, просто в самом деле. Не сказать, что он вообще в городе живёт. Не, ну, мы родились-то в одном городе. Да нет, ну, мы, как говорится, хотелось бы видеться чаще, но не всегда это получается. Мы хотим открыть свой ТикТок дом. Очень вовремя. Скажите, пожалуйста, а вообще есть у вас какие-то вот привычки или, не знаю, что-то то, что друг друге вам не нравится реально? Ну, и бесит. Всё, всё, не нравится. Ну, серьёзно. Я думаю, что в прошлом году им не нравилось то, что я был очень неответственным человеком, а в этом году, по-моему, пока что я очень ответственный, не считая сегодняшних съёмок ранних. Я приехал больше всех. А, мне кажется, какая-то стандартная история уже, нет? Ну, мне нужно было уже хоть как-то вернуться к старому. Я, но в целом, я думаю, что, ну, вот ещё иногда нас Олег бесит в целом, но так всё хорошо. Да, даже всех. Он просто иногда орёт везде. Ну, про песню. Так, смотрите, и так давно у нас Олег был уже в гостях в прямом эфире, и мы с ним проводили рубрику «Кто из вас? Про вас троих?». Но теперь я предлагаю сделать то же самое, только уже втроём, и потом даже в соцсетях сравнить ответы, когда ты говорил, был один, и когда вы втроём. Дайте, пожалуйста, нам этот реквизит, чтобы было проще ориентироваться. Да, ещё одна упала, держите. Соответственно, пальцем показывать неприлично, но сегодня нам это будет проще сделать, чтобы понять, кто из вас. Я задаю вопрос, соответственно, вы отвечайте. Ну, там перчатка можно надевать. Если относится, грубо говоря, ко мне, я поднимаю. Нет, да, если кого-то из них, то ты показываешь на них. Ты мизинцевый? О, это мизинцевый. Теперь да. Это указать. Лёша, соберись. Это всё семья, дети, собака. Давайте, поехали. Первый вопрос. Кто из вас чаще опаздывает? Я не знаю. В смысле? Подожди, а как мне голосовать? Ну, ты показываешь на человека. Ну, так показываем пальцем на того, про кого речь. На мне было много косяков. Лёха, Лёха, Лёха. Я не понял, что тоже было у меня. У меня никогда. Мне кажется, Олег не опаздывал никогда. Кто из вас чаще красуется перед зеркалом? Ладно, завтра. Идём. Так уверенно. У кого из вас больше хитов? Я думаю, что у Дани. Я думаю, что тоже у Дани. Ну, или... Я плотно позавтракал просто уже. Поэтому... И нас раз колесо с прямых ног. Ладно, пусть могу. Согласен, согласен. Хорошо. У кого из вас сильнее голос? Сильнее. Сильнее как что? Ну, вокально. То есть, может, лучше. Ну, вокально, вот сюда вот. Звон к этим рядом. Нет, подожди. Нет, они не сказали, у кого у вас громче рот. Шире рот. Громче голоса, то мы знаем, да? Ладно, давай так. У кого из нас чаще получается попадать в ноты. Это Олег. Нет, я не знаю. Блин. Давайте... Я думаю, Даня. Давай, Лёхе, сильнее голосом дадим. Давай, Лёха, тебе сильнее голосом. Он в жизни с постоянными перелетами умудряется такие там... Да-да-да, он прям мощный. Но я бросил вредные прибытии. Это дар божий, дар божий. Давай отдадим ему. А что, он вылетает на уличное выступление, на улице, выходит на сцену. Бизонеров. И поет Бизонеров свои песни на октаву выше. Как у него там связки вообще живут, не знаю. Я, кстати, тоже поражаюсь. Пусть будет сильнее голосом длить. Я поражаюсь, как это стало нормально. Я просто в носовую температуру пользовался запрещенными веществами. Это конь-ки. Пацаны, пацаны. Идем дальше. Кому из вас чаще подходит сфотографироваться? Я за Даньку проголосовал. Он все для этого делает. Посмотрите на его прическу. Да, только хотел сказать. Идем дальше. У кого из вас больше сольных концертов? Я люблю сольные концерты, брат. За последнее время? Они как раз ничего не приносят. У меня ноль сольных концертов. За полтора года надо пацаны. Ничего, у тебя только начинается все, брат. А, кстати, ближайший сольный концерт. Говори. Перенесся. А, поздорово. А, у кого из вас лучше вкус на девушек? У всех вкус. Я думаю, что у всех свой вкус на девушек. Но вкус Олега... У меня странности. Я бы сказал, тебя с крайности в крайности все. Давайте сделаем комплимент и сделаем вот так. Не-не, пацаны, у меня странный. Не тебе комплимент сделали, а твоим бывшим. Давайте там, девчонки, всем вам удачи. Кто из вас сможет больше раз потянуться на турнике? Конечно. Просто атлет. Он рожденный, прирожденный атлет. Кто из вас может легко заплакать от переполненности чувств? Не, ну я вообще тоже, но... Семь сентиментальный, но тут видео есть, покажите видео. Ну да, там в интернете, там не надо даже гадать, где я расфорсилась жестко, где у меня чуть-чуть. Ну я очень, я чересчур сентиментальный, честно. Так, кто из вас более придирчивый и детальный? Ну вот он сегодня к трубе решил, если честно, докопаться. В подъезде. В трубе. Ну ты понимаешь? Что это значит? Просто стояла труба, он говорит, ну красная труба, она как-то в кадре сейчас, не в тему. Ну да, на самом деле, я реально... Мы, кстати, эту трубу принесли. Трубу у нас. Носите. Стойте. Я сама заходит, такая красная труба. Причем мы наказываем его. Кто из вас чаще сидит в телефоне? А будет вопрос, кто из нас чаще спит? Да, следующий, ты молодец. Или кто любит чай? Блин, я думаю, что, наверное... Кто в телефоне чаще сидит? Блин, в телефоне, я думаю, что на самом деле... Все, наверное, сидят чаще. Давайте все поднимем руку. Я думаю, что это точно не Даня. Хорошо, кто из вас больше ест? Я думаю, что это даже голосовать не надо. Массонабор. Ага. Потом сушиться будем долго. Кто из вас дальше спит? Блин, наверное, я за Даньков проголосую, потому что в последнее время этот товарищ в 9 утра принимал. Просто сейчас такие графики, что я сплю, а пацаны, наверное, не знаю, чем я. Ну да. Когда он спит, мы уже две тренировки прошли. Кто из вас? Давайте, наверное, вопрос, кто из вас. Раньше вообще не спал. Раньше Леха, наверное, спит раньше. Я спал везде. Раньше Леха. Едем 20 минут, я сплю. Не вспоминай песни, я на студии делаю, Леха спал. Он спал, и клип, там, полклипа, он спит. Так, ребят, ну, во-первых, поздравляем. Мы действительно все очень долго ждали, когда... Я не вижу всех. Когда вы... Прости, брат, широкая спина просто. Слишком широкая. Так вот, мы очень долго ждали, когда вы, наконец-таки, сделаете еще один хит. И вот он, пожалуйста. Вот, расскажите, в этот раз все было как-то между вами при записи, все четко, спокойно? Или наоборот? В этот раз вы еще больше придирались к каким-то там, может, моментам, фразам, хитам? Кантель. Это все позже. Так. Это для вас, поскольку. Я не участвую в этом сразу. Вопрос. Вопрос-ответ. Вопрос. Да, слушай, на самом деле, в целом схема была такая же, что, типа, появилась песня. Вот, куплет быстрее записался. Я показал пацанам опять, то есть мы там, я Лехе как раз-таки показал песню в Москве еще. Все, проходит время, я закидываю в чат, говорю, пацаны, давайте, блин, я хочу сделать, давайте сделаем втроем. Все, они сразу же... Да, это был другой припев, но мы все, то есть мы, чтобы понимал, припев должен был вообще быть другой. Подождите, ты сейчас про второй трек? Про второй трек, да, то есть там был другой припев, и все, и, соответственно, процесс начался. Пацаны сразу среагировали, так как Леха, во-первых, слышал, он понимал, что это, он сразу вписался, а Даня выдержал паузу, и вечером, говорит, пацаны, все, я еду на студию ночью сегодня записываться, все, делаю свой парт. Все, и, короче, мы полетели с Саней Калфманом из Минска в Москву, когда они на студию, засели и делали песню. Долго делали, но мы сделали. И припев вы полностью переделали? Припев мы поменяли, у нас есть аутро в нашей песне, Данина аутро, соответственно, мотив из этого аутро мы взяли и изменили текст, и появился новый припев «Громче города». А вам всегда было интересно, каким был изначально припев? Можешь напеть? Я не хочу напеть, потому что я очень сильно хочу это воплотить, правда, сильно, поэтому не буду. Ну, мы тоже думали украсть мне этот припев. Что-нибудь, может быть, даже сделаем с пацанами. Так, скажите, пожалуйста, а вообще, вы сами как чувствуете, что это хит? Потому что «Не вспоминай» — это действительно негласный гимн, вообще просто телеканал «Жара» стал у нас в офисе, мы постоянно все слушаем, у нас там мероприятие все поют. А вот сейчас, как вы думаете, сможете перебить? Вот ощущения есть же? Ну, Дани есть хорошие по этому поводу. Честно говоря, от себя, если сказать, мне этот трек намного больше даже нравится. Во-первых, он более музыкальный стал. То есть, куплеты еще сильнее, мне кажется, чем предыдущие. Мне вот свой прошлый куплет, например, не очень нравится. Почему? Не вспоминай. Ты это скажи в камеру. Очень крутой куплет, но я был не до конца им доволен, если честно. А сейчас своим куплетом я настолько сильно доволен. Так ты его проспал, наверное. Возможно. Куплет Дани мне очень нравится, припев, который получился. Ну, то есть, мне сейчас именно по составляющей в целом очень нравится трек. То есть, в нем минусов пока не вижу. Подожди, а вот твой голос есть в припеве? Я там шепчу. Шепчешь? Потому что мы заметили такую градацию, что в первый раз пел только в припеве Олег. Теперь Даня дошел до припева, в следующий раз теперь Леха будет в припеве. Слушай, потому что так как это было аутро Даньки изначально, он его напел, то есть, мотив его, соответственно, мы вот так вот скрестили, получается, два голоса, мой верх и его низ. И, блин, это классно звучит. И как бы зачем нам туда лезть, если это уже звучит на Олеге хорошо? Ну да, типа каждый нашел свое, да, свое русло. Припев все равно, да, вывозит Олег именно, то есть, вверху, что дает как раз вот этот разрывчик. Так, песню я писал в соцсетях о том, что написали с ребятами второй трек, и я написал, говорю, в первый раз в жизни, я смело говорю, это реально хит. Ну, то есть, хотя я никогда такого не говорю, даже когда потенциальный, ты понимаешь, ну, трек, типа, мощный, разрыв, и зависит, на самом деле, хит, это просто последствия трека, это никогда ты не скажешь про трек изначально, что, ну, хит, нет такого понятия. Это просто уже следствие, которое выходит после трек, что, разрыв, будем надеяться, что будет не слабее, чем не вспоминай. Я думаю, что, ну, по реакциям на сниппет у людей, реакции бешеные, до сих пор отмечают. Мы, что-то, три недели назад, по-моему, публиковали сниппет. Десять миллионов у нас в общей сложности просмотров за это время. И что-то, как-то, типа, это... А то и больше. Реакция мощь. В общем, везде он уже хорошо разверсился, поэтому... Это с учетом того, что мы выпустили всего лишь один сниппет пока, а в прошлый раз мы это делали три раза. Песня, считай, вышла пять дней назад. Как она там у нас, посмотрим, есть она в топ-чартах, нет? Мы. Посмотрим. Надо зайти еще раз посмотреть, потому что там постоянно все меняется. Может, я там и нет уже, говорит, подам. А может, и не было. Может, она не вышла. Может, она не вышла. А мне, знаешь, мне очень понравилось, как он написал у себя очень хороший, на самом деле, текст, посыл, что это хит, но не так важно, попадет это куда-то. То есть это хит для нас, это разрыв для нас. Мы реально кайфанули, кайфуем от этой песни. Поэтому попадет это в топ-чарт, не попадет. Блин, мы просто максимально довольны, что мы дожали, что мы сделали, и что это звучит сейчас, что мы это слышали. В этом жанре это достаточно такой сильный трек. Да. Вы просто настолько разноплановый, но настолько вы органичны в творчестве, это просто феноменально, ну честно. А вот все-таки, есть ли у вас теперь после второго трека настолько опять органично все получилось, какое-то, может быть, ну сделать EP небольшой совместный? Как-то... После этого трека немножко отдохнуть сейчас надо. Друга-друга. Да слушай, да блин, на самом деле, конечно, мы понимаем, что может быть, какие перспективы, что мы можем творить вместе. Я думаю, что время все расставит, но мы точно к чему-то придем, наверное. А попарно вы еще будете делать треки? Да. Или только втроем исключительно? Сто процентов. Да, без Олега мы тоже думаем, что сделаем. Сто процентов. Я очень хочу, чтобы это все-таки было без меня. Так, скажите. Вообще, вот, строится ECO BOYS, я думаю, что самое, что впереди я вижу, то есть, если эта песня действительно так же прогремит, она, я думаю, достаточно хорошо зайдет, и будет достаточно высокий стриминг, будет песня шуметь. Я думаю, что где-нибудь через полгодика, может быть, через год, мы, наверное, просто будем обязаны сделать, ну, типа, третий, значит, такая должна быть красивая трилогия, втроем сделать третий какой-то трек. Какой-то величайший еще концерт в Москве, возможно. И, наверное, что-то совместное, да, в плане концертной деятельности нам будет что-то сделать. Не прям устроить ECO BOYS, тур по всем городам. Это как бы прикольно, но мне кажется, тут все равно каждый артист, он у нас, мы сами по себе индивидуальны, у каждого своя волна. Но сделать какое-то общее событие классное, как минимум Москва, Питер, Екатеринбург, может быть, зацепить Минск, было бы очень здорово. Минск-Арина. Я думаю, что совместная, типа, песня, думаю, третья вполне может быть. Так, ну, этих парней не остановить. Порой как скажут, так скажут. А сейчас давай лучше узнаем друг о друге еще больше. И, возможно, проверим даже, насколько вы знаете друг о друге такую фундаментальную информацию. Вот сейчас я буду задавать вопрос по очереди, по три вопроса про каждого. И узнаем, у кого будет больше плюсов, то есть правильных ответов. Давай сначала про Даню, про нелета вопросы. Старую фотку, как и нашли. Какая есть? Кому-нибудь. Олег. Почему у вас фотография моего батя? Почему у вас фотография? Мы отыскали ее. Новая программа «Жди меня». Итак, давайте. Сейчас первый вопрос про Даню. Поехали. Отвечают, соответственно, Олег и Леша. Сколько миллионов просмотров у нелета на клипе «Любимка» в YouTube? А. 400 миллионов. Б. 500. В. 300. Г. 600. 400. Твой вариант? 400. Правильный ответ оба подробности. Да, мы знаем его, как никто. Да, мы тебя знаем жестко. Я думал, там сейчас ответы будут 400, 500, 600, 700, и все-таки. Да, 400. А там 300 еще было. Так, нет, 400. Идем дальше. С кем из этих артисток у нелета не было фита? А. Зиверт. Б. Клава Кока. В. Марик Раймбри. Г. Даня Нелета. А. Даня Блейд. Б. Данил Хаски. В. Микеланджело. Г. Незима. Хаски. Данил Хаски. Да ну вы. Данил Хаски, конечно. Слушайте. Вы ошиблись, пацаны. Надеюсь, про меня, а потом, ребят. Не зима была, а потом он серьезно. Не зима была. На зима, да я на зиму знаю лично. Ну, три из трех, и окей. Хорошо, давайте теперь про Олега. Продолжите строчку из песни Олега Майами. Ты ветер, я вода. А. Мы с тобою, как всегда. Б. Кто из нас тогда луна? В. Ты огонь, я трава. Г. Мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда, Г. Это сложный вопрос. Реально? Ну, четвертый, последний. Мы с тобою навсегда. Воложный вопрос. Олег, офигеть, вы меня уже... Вы так знаете меня? Мы с тобою, как всегда. Так как с... Мы с тобою, как луна. Ты, луна и трава. Так, идем дальше. Хорошо. Следующий вопрос. В каком году Олег Майами впервые пришел на Дом-2? А. 2008. Б. 2010. В. 2012. Г. 2011. То есть В будет 12. 11. Правильно, ответ 11 был. Так, Лехи плюс. Как ты это за... Чувак, ты... Он меня больше знает, чувак. Так, он следил за тобой еще тогда. Я смотрел на Дом-2 просто. Реально? На-на-на-на-на-на. Идем дальше. С кем из артисток Олегу не приписывали роман? А. Ольга Серябкина. Б. Алена Шишкова. В. Ксения Бородина. Г. А. Из Анохина. Бородина в третьем. А. Серябкина. Б. Шишкова. В. Бородина. Г. А. А. Шишкова это кто у нас? Неважно, приписывали или не приписывали. Бородина я. А ты чего киваешь-то? Ты в любом случае не киваешь? Нет, я такой здоровый. Здоровался. Как дела? Так вот, какой вариант? Бородина. Бородина твой вариант? Тоже самое. По плюсу обоим. Хотя сложно угадать, с кем ему не приписывали. Так, Лёх пока выбился в лидеры. Все три правильные. Все ответили правильно. Так почему? Даня тоже. Нет, Даня один раз ответил неправильно, не угадал год. Я в двенадцатом. Да, в двенадцатом. Теперь вопросы про Лёшу. Поехали. Тут у всех. Да, у меня, конечно, интересные вопросы были. Какая жизнь такие вопросы? Созащим. Как называлась первая музыкальная группа Лёши Свика? А. Пазл. Б. Тринити. В. Альфа. Г. Свикнутые. Тринити. Тринити. Еще раз. Так, Олег ответил уже. А. Пазл. Б. Тринити. В. Альфа. Г. Свикнутые. Тринити. Хорошо, твой вариант. Пусть свикнутые было. Понятно, что это неправильно, но это было бы разум. Не, ну это сложный вопрос. Мне Катя же вот рассказывала. Тут даже я вспомнил, кто такой. Еще раз. Какой еще раз? Назови еще раз. А. Пазл. Б. Тринити. В. Альфа. Г. Свикнутые. Пусть альфа будет. Хорошо. Все неправильно. Ответ А. Пазл. Я так же сказал. Именно. Ты что угараешь? Идем дальше. Какой знак зодиака у Леши свик по гороскопу? А. А. У нас будет. А. Лев. Б. Весы. В. Стрелец. Г. Скорпион. Интересный вопрос. Я даже не знаю. У меня я в замешательстве. Я наверное просто скажу. Мне кажется, вы с вопросами что-то странно подобрали. Меня явно откинули куда-то в сторону. Ну я думаю, что Скорпион может быть. Но я если честно не уверен. Так какой правильный ответ? Может быть как у меня у него? Скорпион. Все правильно. Вы делитесь, вы делитесь. Давай. Финальный вопрос. Кого из этих артисток... Тебе уже даже плюсы не ставят. А. Я забыл. Лидер просто очевиден. Давай. Кого из этих артисток Леша Свикс смачно поцеловал на сцене во время выступления? А. Марик Раймбри. Б. Ольга Бузова. В. Анна Седокова. Г. Маригу. Я знаю. Как никто. Кто? Просто я в этот момент общался как раз, когда они поцеловались и делали песню. Я общался с Олей. Поэтому я знал об этом поцелунии. Вы тоже общались. Дань, ты общался с Олей в этот момент? Я все равно уже проиграл. Мне нет смысла бороться. Никогда не сдавайся. Я уже боюсь. Мне нет смысла. Я все равно не смогу победить. А что-нибудь кинуть нелепо я уже смогу. Нет, без меня, ребята. Мы из-за этого поцелуя с Олей перестали общаться. А я расстался. Ну, с другой. Парни, ну, действительно, без сомнения, вы находитесь вообще в идеальной физической форме. И даже шутить здесь никак не будем. Сколько раз в неделю вы, например, ходите в зал, посещаете? Плюс-минус. Семь. Все семь? Ну, у меня просто силовые и бокс. Четыре силовых, три бокса. Ну, да, ты, наверное, имеешь дело реально с душнилами вообще жесткими, потому что у меня тоже семь дней. Ну, да, я просто стараюсь. Я еще и бегаю сейчас каждый день, сейчас потеплело. Каждый день по пятерочке, плюс зал. Вот. Говно Данькова тоже не вылазит. Ну, как видишь, в игре, то лучше всех он вообще не ходит. Раза три-четыре в неделю в среднем, а так и что. Бывает больше, больше. Не выводит. Так, а во время выступления... Это вообще психия. Ну, мы это заметили. А во время выступления, ой, гастролей, выступлений, да, у вас есть в райдере, например, обязательно наличие зала? У меня есть. Хором такие, красавцы. Ну, у меня, знаешь как, у меня есть, но я чаще всегда выбираю просто зальчик в отеле. Если он там даже несколько гантелей всего лишь, потому что иногда ты тупо не успеваешь. Дальше у тебя там есть, например, лишний час, помылся, спустился, что-то быстренько потренил там и все. Дальше уже на пробежку на сцене. Я сейчас вообще, сейчас так как будет тепло уже, уже теплеет, я буду, то есть я всегда, когда лечу на гастроли, я бегаю в города, где выступаю. Мне вообще по кайфу. Поэтому у него трансфер не стоит от отеля до площади. Я бегаю просто, у меня нету, да. Меня встречать в аэропорту не надо на Маймахе. Я просто бегу до отеля. Извините. Так, хорошо, выделенную полость и даю только. А как, с вами когда-нибудь вот в зале знакомились, или и вы знакомились когда-нибудь в зале? Или вы считаете, что в зале это такой некий, знаете, храм спорта, это моветон вообще знакомиться, они там и так далее. Или вы знакомились в зале спортивной? Ну мы вообще с пацанами в зале познакомились. Я скажу так, я вот вообще никогда в зале не знакомился с девчонками, я считаю, что для меня это просто какая-то странная история. С учетом того, что я знаю, что есть определенные женские, так сказать, личности, которые действительно ходят исключительно только с этой целью в зал. Знакомиться. Да, и также есть мужики, которые тоже не упускают таких возможностей, но просто для меня это странно. Во-первых, у меня как бы есть человек, во-вторых, мне кажется, зал все-таки для других вещей. Я понимаю, что коннект может произойти в любом месте, неважно зал это или нет, но когда это уже, знаешь, идет, что, о, смотри, брат, там говорят, что за девчонок, ну вот это для меня типа странно немного. А с тобой не знакомились в зале, не пытались? Подходили фоткаться, подходили знакомиться, но это было исключительно типа как, ну, привет, привет, да, окей. А часто, кстати, каждого из вас в зале пытаются с вами сфотографироваться, там что-то еще? На самом деле офигенно всегда выбирать вот один зал, куда ты ходишь долго, много раз, куда ты приходишь уверенно, и ты знаешь, что тебя не будут снимать, тебе не будут подходить. Ты уже со всеми сфотографировался там? Все уже просто привыкли к тому, что ты занимаешься в этом зале. Вот у меня в Минске, я занимаюсь в зале, мне там нравится, там комфортно, там ты приходишь как домой туда. Я думаю, что у Даньки так же, вот он ходит у себя на районе, ну, это уже Данька расскажет. Я думаю, что чаще мы все-таки фоткаемся в залах, если вот где-то на гастролях. У меня был один раз очень ужасный опыт, когда я пошел в зал, когда там позвонили договориться, чтобы я там сходил за чем-то бесплатно, хотя я этого не просил. И вот это уже, ты как бы тренишь, а можно мы вас поснимаем, пока вы занимаетесь? Типа, вы как себя вообще нормально чувствуете, нет? Ну и продолжается докатавасия там, а можно потом сфоткаться? А вот можете вот здесь еще сфоткаться? Ну и как бы, естественно, это уже бред собачий. Поэтому я говорю, я чаще люблю в отелях трениться, там как бы спустился, потренил, обратно пошел, в душ сходил, на концерт сразу. Так, а теперь я предлагаю узнать, наконец-таки ответить на главный вопрос. У кого из вас больше бицуха? Сейчас мы в прямом эфире измерим вашу бицуху и узнаем, у кого больше. Подожди, не надо этих скромность, не надо. Да вон, вон здесь сидим. Можно поджиматься сначала? Ну вот, чтобы немного, как говорится, мышцы растянулись. Поднабухлись, для этого мы сначала с вами попытаемся угадать, не глядя, вес гантели. Если я уже все разглядел. Ну так-то я тебе дам другую гантель, ты же не знаешь, какая именно это будет? По весу? По весу я узнаю. Узнаешь? Я же поваром работал. Давай, начнем с тебя, каждому по одной. Закрывай глаза первый, Леша. Давай. Я не думаю, что... Но мне надо встать для этого. Зачем? Сиди. Сидя? Вес угадать? Ну да. А как ты будешь? Давай, первая гантель, сколько это по весу? Сколько там всего весов можно? Не важно. Ты же давай угадывай, ты же такой повар. Слушай, это, наверное, десятка. Десятка? Да. А ты хорош. Понятно, с каким ты весом занимаешься. Давай. Закрывай глаза. Закрывай глаза. Так, это сколько? Ладно, ну вот это чуть больше, чем... Ну это либо десять, либо пятнадцать. Нет, а можно поточнить? Десять или пятнадцать. Пятнадцать? Хорошо, молодец. Ты очень хорошо разбираешься, что это было десять килограммов. Я на пять всегда плюсую. Не, а это наоборот... Идем дальше. Давай. Закрывай глаза, Олег. Ой-ой-ой. Опять плюсуй сразу. Очень похоже. Это, блин, это на самом деле, ты знаешь, честно, я тебе скажу, это для меня вот этот вес семь или восемь. Вот отвечаю. Я прям, потому что делаю с восьмерками, с семерками с плечами упражнения, поэтому я скажу, что это семерка. Серьезно? Так почти, что он смотрел. Вы че, ребят, я по правилам играю. Давай, закрывай глаза. Да эту же надо было ему давать и все. Вот эту же и принести. О, сейчас не скажу. Сейчас не скажу. Да потяжелее уже. В смысле, я хотел сказать, блин, потяжелее. Это для монтажа. Блин, это десятка. Как же удачно ты приоткрываешь вовремя глаза. Серьезно? Офигеть, да? Давай, закрывай. Брат, ты видел, как круто угадывал? Ну, это не десятка, это больше. Да? Это либо 12, либо 14. Не, ну это 14. Не 12. Хорош. И финальная попытка. Закрывай глаза. Давай, что там? Ерундой занимаются пацаны какой-то. Так это, что? Это пятерка, наверное. Подожди. Пятерочка. Тройка. Тройка. Ну, молодец, хорошо. Пятерочка выручает. Так, все, немножко развялись. Это струксу просто. Все, гантелями закидали. Давай, Олег. Надо помочь мне. Изменяй пацанам бицухи. Ну, давай, я хоть раздерусь. Ну, давай. Я даже не буду, пацаны. Меняю ногу. Ладно, я помогу, давай. Да что ты там? Все, пошло, поехало. У вас с Олегом одинаковые гемы уже. Ты что, угораешь? У тебя больше, брат. Да, ну, просто одинаковые. Не, я... Так. Ой, ё-о-о. Не, не, ну что? Подожди, я... Гигант, смотри. Это жестко. Что, да я похудел. Да ты меряешься так. Да ты не так меряешь. Смотри, смотри, где. Ну, смотри. Давай, сколько? Ну, 41. 41. Ну, хорош. Давай, Олег. Ты меня сюда, брат. Я сейчас? Да. Моя очередь. Так. Что, потом померяем еще что-нибудь? Ну, если мерить бицуху, давайте померяем все остальное. Сын, давайте, может быть, какую-то другую жизнь будем проживать. Давайте. Не по спорту у нас потом. Не, у меня мелкая была. Не скажи. 38. Ну, минус всего 3 сантиметра разница. Нормально. Даня, финально давай. Что, мы не левую все меряем? Так, давай, я к тебе подойду. Сделал без разницы. Как говорится, какой... Давай. Чувак, я только в фильмах няньки видел. Самое смешное 42 на сантиметр больше. Блин, прикинь, выглядел как будто больше. Да я не надеваю. Сильно. Это было сильно. Я просто сухарик, пацаны. Не обращайте внимания. Офигеть. Ну, вот, ну, Леха самый здоровый. Леха самый здоровый. Я просто немножко толстенький. Ну, что, я думаю, миллионы, кто знает, уже, наверное, миллиарды фанатов ЕКБОЙС мечтают узнать о вас как можно больше. И сейчас мы... Ну, а как ты думал? А как ты думал? Миллиарды. А? Приятно? Приятно. Мы старались. Итак, давайте. Сейчас мы с вами сыграем в игру по секрету. Правила простые. Даже зачитаю, чтобы не запутаться. Я задаю вам вопрос или ситуацию. Вы, не показывая остальным участникам, кладете соответствующий шар в пакет, в мешок. Желтый, ответ это да. Красный цвет, соответственно, нет. Мы складываем незаметно друг для друга и потом пытаемся угадать количество да. И, соответственно, обсудили, достали и узнаем. Держите. Сейчас все в процессе поймете. Красный нет, повторюсь. Желтый, ответ да. Держи. Так. Даня. Держи. Ой, я мечтаю, чтобы периодически тебя не было слышно, Олег. Пошли, сказал. Поехали. Опа. Пошли за. Поехали. Первый вопрос. Дрался в ночном клубе или на вечеринке? Не показывая друг другу, закидывайте. Они сжимаются и можно, соответственно, да. Чтобы не было видно, что у вас в руке осталось. А зачем он в целом увидит? Мы же все равно сейчас узнаем. Нет, сейчас мы пытаемся. Откуда ты знаешь, что вот Леша положил? Не знаешь? Вот давайте попытаемся угадать, сколько сейчас здесь да. Сколько из вас дрался? Мне кажется, что мы все дрались. Вы все дрались? То есть кажется, что здесь все три? Так, сколько все дрались, правильно? Ты считаешь, что три да? Конечно, все дрались. Так, ты считаешь, сколько да? Я думаю, два да, потому что я уже увидел. У меня даже не так давно было. Не так давно было? И мне потом два чувака написали в директ, почему ты нас ударил. Ударил? И так правильно, два да. Кто-то из вас не дрался. Почему ты нас ударил? Забирайте свои. Кто не ударил? Почему нас пятерых побил? Кто не дрался? Олег, ты не дрался, что ли? Ты не дрался? Дрался, конечно. А чей нет-то? Мой нет. Ты не дрался? Конечно. В клубе, нет, не было такого. А где ты у вас нет? Держите сейчас, сейчас следующий вопрос. Неожиданно. Все говорят, три. Окей, идем дальше. Девушка встречалась... А ну смысл, я что, себя палить буду? Хорош. Девушка встречалась с тобой ради денег или известности? Подожди, посмотрю, где кто-то. Прям, типа, подожди, прям встречалась? Ну, роман, интрижка была какая-то. Ну, встречалась. Нет. Я такой не позволяю. Я такой не позволяю. Но использую. Итак, все, доставай руку. Итак, как вы думаете, сколько из вас... Кринжа накинули полный килл этот. Как вы думаете, сколько из вас встречалось с подобным? Что девушка встречалась с вами ради денег? Сколько? Сколько да? Я думаю, там только как Леша сказал, вот все-таки есть. А еще ноль. Ноль? Нет, но как бы... Я думаю, что только Даня. Только с Даней такое было. Смотрим. Итак... У меня отношений серьезных было трое. Три лет забирайте, красавцы. Так, такого не позволили. Не позволили. Давай, следующий вопрос. Отправлял по ошибке личные сообщения другим людям? Наверное, да. Ошибка. Ну, что, может, не будем отвечать? Может, что-нибудь пожестче закинем? Пожестче хочешь? Я фильтровал как мог. Ну, давай, ну, все, что, вот. Я так скажу. Ну, все отправляли, бывало же. Ну, все, началось. Дай, на тебе мясо. А в руки-то будем просто... Все отправляли, да? Кому отправлял? Что отправлял? Я не помню. Не сказать. Ты же хотел пожестче. Просто было, много раз было. Много раз такое было? Да, ну, просто путаешь, не туда отправляешь. Вау, вау. Так, хорошо. Это мелочи жизни нормальные. Хорошо. Подружился с артистом, с которым раньше не хотел общаться. Было у каждого из вас такое? Я вот с ребятами, да. А ты раньше не хотел с ними общаться? Никогда. Мне больше нравились Blackstar ребята. Понял. Как у меня борода отрастет? Это все я несу. Не знаю, Олег, но мы это любим. А возвращался к бывшей после расставания? Было такое? Все возвращались. Давайте тут вообще. К бывшей после расставания? Сам типа? К бывшей жене? Ну, как у кого получалось, да, Леш? Я за Леху голосую. У меня вообще-то семья. Да, все, давайте без этих шутчиков. Давай, дальше идем. Носил поддельные вещи. Сто процентов. Да? А кто из нас в детстве на рынке не одевался? И кто из нас по-прежнему в детстве живет? Конечно. Типа, это было... Слушай... Осознанно носил одну. Вот прям осознанно. Это все время мы ничего не понимали. Китай, Китай носили. Осознанно... Две было. А, две было вещи. Одну купил в том году. В Владивостоке, на еще в рынке. Ну, реально прикольные кроссы. Не надо брать. Ну, я в Тайланде. Это очень кайф. И еще какие-то у меня Раф Симмонсы были лет пять назад. Я понимал, что это не настоящее. Я в языках в семнадцатом году ходил. Когда же в Москву переехал, мне паленые языки привезли. И я знал, что это паленые языки. Я такой, да пофиг. А я, короче, в ИКБ, когда жил молодым, мы с пацанами там... Пацаны, у них был магазин одежды. Они возили из Китая. Бренды все, понял. Вот эти вот. И меня взяли к себе в команду. И получается, я с ними работал в этом магазине. И как раз-таки, когда я пошел на Дом-2 первый раз в девятнадцать лет, я весь был в подделках брендах, понял? Просто сток до головы, вплоть до шапки. У меня все было. Паль вообще жесточайшая. Такие сапоги Гуччи у меня. Сапоги вот такие... Вот такие сапоги у меня были такие коричневые, понял? Ну, короче, да, было. Ты даже кварный, конечно. Паленые Гуччи. Ну, поэтому первый раз он долго не продержался там. Идем дальше. Избавился. А, что второй? Второй раз пришел в оригинале. Вот, молодец, заработал. Избавился от фобии или проблемы, которая долго мучила. Было такое? Ты знаешь, вот у меня... Я участвовал в программе «Форт Боярд», получается, года три назад. Боярд. Да, спасибо. Сразу в этот же день. Привет, мои бывшие. Фианкс написал змеи, и все, имя добавили. И после этого, знаешь, как будто бы да, я вот там, покажи мне сейчас змею, я вот так ее не испугаюсь, как раньше. Ну, привет моим бывшим. Так, Лёх, а аэрофобия у тебя была, а рассталась? Аэрофобия два с половиной года. Нет, ты что, я летаю сейчас, за шесть перелетов, за два дня. А как ты от нее избавился? Перестал бояться смерти. Ты с психологом прорабатывал? Это сам решил. Сам? Да, это сам. Психологам вот эту фигню я реально не стал прорабатывать никогда, потому что, ну, ты рано или поздно ко всему можешь сам прийти. Психолог, наверное, нужен, опять же, правильный психолог нужен для того, чтобы сократить время решения проблемы, которые у тебя есть. А если ты можешь это все-таки сделать сам, и у тебя действительно есть на это время и правильный подход, ты все это порешаешь. Даня, а у тебя была бы фобия какая-нибудь? Вообще все спокойно? Он бесстрашен еще, парень. Фобия кринжовых только видосов. А, у него фобия пресс-волов. У него фобия пресс-волов, реально. Да не фобия, не фобия, просто. Он ненавидит, как он этих людей с микрофонами. Нет, это не фобия, это просто, типа, да ну, ну че, ну зачем? А почему ты не даешь интервью? Ну так, почему ты не общаешься с прессой? Почему интервью? Интервью это одна история. Ну вот на пресс-воле, когда тебе подходит, если... Да потому что они задают всегда глупые вопросы, неинтересные. Хочется о чем-то, понимаешь, высоком пообщаться. Я считаю, что все пресс-волы надо делать в бане. Прикиньте, вот мы паримся. А, следующий вопрос. Обижался на кого-то из Yika Boys? Был такое? Уже люди, конечно, друг на друга обижались. Ну, это, наверное, не обида. Это просто какая-то злость в моменте, да, того, что... Ну, какие-то нервы сдавали. То есть это нормально. То есть мы сейчас столкнулись, если первая песня у нас как по маслу, то вторая, как бы, там были трудности. Ты знаешь, да блин, это кайф, это процесс, это опыт. То есть во второй были уже трудности? Ну, было, блин, да. То, что дистанционно что-то приходилось делать. То есть одна команда в Минске, другая команда в Москве. Короче, да. Вот это вот, ну, тяжко было. Такой сломанный телефон, знаешь, короче, одно через другого. Вот, по итогу, блин, все круто. Опять же говорю, это опыт. Мы теперь знаем, то есть какие-то ушли моменты. А сколько вот по времени вы делали второй трек, суммарно, получается? Делали, блин, делали, наверное, смотря все зависит от того, что делали. Типа, если прям запись, то, конечно, вот так вот. Если сведение, то чуть дольше. Если еще и мастеринг, и потом все вот эти моменты, это, конечно, вот все время это просто забрало. А запись, ну, я считаю, что делали трек, это как раз-таки именно записи придумывают. Это было дня три на солнце. Да, да, да. А первый, быстрее получился трек, не вспоминаете? Да. Ну, я куплет месяц писал. Слушай, там, да. Поэтому, наверное, тогда я не освою меня. Мы ждали, когда он проснется месяц, потом он сделал свой парт. Но там было проще, потому что у нас уже был, у меня уже был готовый припев. Пацаны-то быстро очень пишут свои парты. И вот сейчас песни, как раз-таки, они-то очень быстро записали свои парты. Проблема возникла с припевом. Потому что, во-первых, его, а, мы его переделали, потому что мы сначала писали первый день вообще одну версию. Потом писали другую версию. Так как у меня высокий голос, пришлось немножко по этот, по возиться. Пришлось другого человека позвать. Очень хорошо получилось. Бил посуду, устраивал скандал во время ссоры со своей второй половинкой. Было такое? Было. Причем, заметь, только Лешка сказал. Ну, у меня было. Ну, это тихонько кивает. Просто посуду, это не самое дорогое, что-нибудь. Там мы с дверью видео видели. Он у нас как бы спец по дверям. Ты что, дверь выбиваешь, что ли? Ну, есть у меня такое, да. Все началось с отеля в одном прекрасном городе, где я нахожусь в черном списке. Вот почему нельзя его просто взять и выведите на экран видео. А я тебе скандалил по какому причине? Ну, ему двери не нравятся. Это ты почему дверь выбивал? Слушай, изначально какая история была? Ах, он сказал. Ты не вращил. Слушай, ну, изначально. Какая история? Слушай, если ты еще раз будешь спрашивать. Поближе подойдите к этой истории. Я дал менеджеру задание, если ты за минуту, в общем, я забыл карточку от отеля. Я говорю, у тебя есть ровно минута спуститься вниз и поднять карточку. Я засекаю, если ты не успеваешь, я выношу дверь. Было 58, 59, 60. Ты обьюзер? Я вынес дверь. Ну, типа, это менеджер вообще-то мужского пола был. Ну, получается, тоже обьюзер. Да, да. Ну, а мы просто были немножко в кураже все. Вот, поэтому... А, ну, все понятно. Идем дальше. Ой, 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 зачем об этом говорить? Бро, покажи. Да не могу, это другая история. Там уже другая история. Да вынеси эту дверь. А, это ты про другую дверь нечего сказал. То есть, еще так много дверей? Это моя личная дверь, а там была отельевская. Вот лично интересный момент с личной дверью. Ребята, если хотите поменять дома дверь, Даня, выключите Лешки в деревню. Леша выпьет, Даня прикрутит, Олег споет. А и все дальше. Слей в двери. Следил тайно за соцсетями своей бывшей. Был такой. Тайно за соцсетями своей бывшей. Да все, наверное, поглядывали. Да все поглядывали, конечно. Ты тоже следил, но поглядывал. Ну, поглядывал. Да все поглядывали, я поглядывал. Ну, я больше такими вещами не занимаюсь. Я даже перестал заходить на свою вторую страницу. Ну, ты посмотришь его. А, у тебя еще была вторая страница. Есть, но я туда не захожу. Так, давайте. Делал предложение руки и сердца, а тебе отказали. Был такой, как Даня? Постоянно. Никогда в жизни. Ну, серьезно, было такое, нет? Никогда. Даня, было такое? Слушай, у меня было такое, по-моему, один раз всего. Это была такая... У тебя было такое? Такая, нет, в смысле, не за то, что отказали, нет. Так, так, так. Как бы было, да, вообще. Один раз было предложение, было, да. Ну, это было такое все. А, было, да. По юности очень такое. А, да. Не так, что отказали. Сережа, все красиво. От шампанского вот эту штуку надевал вместо кольца, и я такой, выйдешь за мной. У меня там была, знаешь, у меня была такая история, она такая, на фоне большой драматургии отношений. И вот было уже как будто, мы не расставались. Я такой, блин, давай там кольцо, все дела. А, ты пытался типа вернуть, так подумал, что это поможет. Ну, это был такой какой-то юный, беспонтовый ход. Созависимое отношение уже чувствуется. Да, да. А у меня такая же, кстати, фигня была. Эмоции были, наверное, прикольные, а так пока что еще серьезные предложения не делали. Ну и плюс, у нас в контракте Якобойс прописано, что мы не можем заводить семьи. У меня семья, вообще-то. Как вы решили? Я ухожу. Ну вот мы и достали начало взлета и падения группы Якобойс. Я хотел вам сказать, я ухожу, ребят. Сенсационно. Да, Алеш? Это было здорово. Лешка, ты был классный. Слава богу, что два трека мы успели записать, это было хорошо. Да, 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 тоже, все. Я тоже ухожу. Приложения не делали туда. Собственно, никто не мог предположить, что этот эфир закончится так, и эти ребята... С вами были Якобойс, спасибо. С вами были когда-то Якобойса. Вы же знаете все это фирменное движение Олега в моменте, когда он ногой, он сейчас пытался... Не Олега, это наш. Это вместе. С 18-го года я так делал. Ты так делал? С 18-го года. Вот главное сейчас так не делается, чтобы стол не... Мы не знали о том, что можем так сделать в один момент. Это вообще случайно все совпало. Вот с этой ногой, вот с этим... В Минске, точнее не в Минске, на фестивале Несвич, и там у нас первый раз мы это увидели. Мы просто вдвоем сделали... А, синхронно, одновременно? Абсолютно синхронно. Причем не просто одной ногой, еще и второй. Я жал просто какой-нибудь потом. Да, показай. Или потом? Нет, нет, я обестал, обестал. Да, честно, на каждом... А, ты камеру потом, я думал, ты сейчас будешь делать. Короче, это, еще, что я говорю. Я не знаю, с чем это связано. Как связано это... Я скажу, пока... Я скажу, пока... Я скажу, пока... Поболтайте решили, серьезно, да? Нет, Дань, не терпи, я терпи, Дань. Я не знаю, связано это как-то с тем, что мы с ним родились в один день, в одного года, но мы реально просто... Ты давай быстрее говори. Я просто в туалет хочу, ребят, еще полчасика в эфире посидеть. Ты что, в туалет? Все, спасаем, Даню, давай, завершаем эфир. Нас будем в гостях, Екобой, Снилита, Олег, Майами, Неша, Синик. Слушайте наш новый трек и смотрите наш новый клип «Громче города». «Жара ТВ», «Жара ФМ», «Жара Мэг». Всем пока. А теперь идем сай! Субтитры сделал DimaTorzok